Собственно говоря, этот марш протеста всеукраинский готовился давно. С первой минуты, когда послучили мы известие о том, что Кабинетом министров принято такое решение, профсоюзы всей Украины начали работу по решению вопроса, каким образом подготовить население к тому, чтобы это население стало платежеспособным. Если хотят получить плату за тарифы, нужно, чтобы люди имели возможность заработать и заплатить. Федерация профсоюзов Украины коллегиально приняла решение о том, что в поддержку работы, которую проводят профсоюзы, собрать прежде всего мнение населения Украины, трудящихся членов профсоюзов. Поэтому была открыта подписка под обращением к Кабинету министров и все профсоюзные организации нашей Украины, в том числе Запорожской области, собирали подписи. В том числе и Запорожская область. Всего по Украине было собрано более 2,5 миллионов подписей. Что же там говорилось? Первое требование было о том, что для того, чтобы люди могли платить, они могли заработать. Поэтому был предложен законопроект о изменении расчета минимальной заработной платы. То есть в состав минимальной заработной платы, пожалуйста, внесите те цены, которые вы планируете. Выплатите зарплату людям, а потом уже получите плату за тарифы. Решение, молчание. Поэтому было принято решение обратить внимание на требования населения Украины, трудящихся Украины, членов профсоюза провести такой марш протеста. Марш прошел 6 числа. В марше приняло участие представители всех областей Украины, всех отраслей. По численности марш, ну будем говорить так, людей было очень много. И фактически киевская полиция признала, что в этом марше приняло участие 35 тысяч. Ну вы понимаете, как понимает милиция, поэтому людей было намного больше. От Запорожской области приняло участие более 600 человек. Это были представители всех отраслей нашей Запорожской области. Это люди поехали добровольно, это люди не купленные, это люди взяли свои отпуска. И двое суток, они не спавши, приняли участие в этом марше. Киев город очень интересный, там всегда нужно идти только в гору. И если многие потом заявили, что это купленный и так далее, я хочу сказать одно. Даже премьер-министр Гройсман, открывая 6 числа заседания Кабмина, сказал своим министрам, что вот за стенкой Кабмина стоят люди, которые пришли не за плату. Это пришли простые люди, которые хотят высказать свое мнение. Фактически марш прошел таким образом. Подошли к Кабинету министров, высказали свои требования. Была встреча с министром, с Ревой. Получилось наше требование. Отсюда пошли к Верховной Раде. Возле Верховной Рады собралось большое количество людей. Вы смотрите на сайтах телевизионных. Я не буду об этом повторять, чтобы вы своими глазами это увидели. Была создана группа. Группа пошла на встречу с премьер-министром. Полтора часа эта группа занималась вопросами. Обсуждала те проблемы, с которыми пришли профсоюзы. Как результат этих переговоров, сегодня мы получили уже подписанный премьер-министром Гройсманом протокол поручений по требованиям профсоюзов. Я бы очень хотел немножко процитировать этот протокол. Почему? Потому что это очень важно для того, чтобы потом вы могли задать вопросы. Какой же результат волеизъявления нашего члена профсоюза? Первый пункт о том, чтобы спильная работа уряду и параспилковых организаций за обеспечение сталого экономичного развития Украины. Кратенько. Второй пункт. Социальный диалог подчас принятия решений, питаний формирования и реализации государственной социально-экономической политики. Регулирование трудовых и социальных и экономических отношений. Членам Кабмина поручения спильного проведения встреч с Федерацией профсоюзов Украины с галузевыми профсоюзами для подготовки спильных пропозиций. Третий пункт. Министерством и так далее, реформование системы оплаты праций и сплаты единого внеску на загально-обовязковое державное социальное страхование, а также у сгоджения пропозиции, что до сближения размера минимальной заработной платы. Следующий пункт. Продолжить работу по актуализации в списке виробництва Тарабид-профессии по сад, по сказанке занятых у занятий, яких дает право на пенсию за веком на пирговых условиях. То есть это списки 1 и 2. Студентам о том, чтобы студентам выплачивать компенсации за оплату за коммунальные услуги в общежитиях. И самый важный вопрос. Создать рабочую группу с мытою опрачивания пропозиции профсоюзов, чтобы переглядеть цель на природный газ. Собственно говоря, здесь показаны те основные пункты, которые мы добивались. Сегодня созданы рабочие группы, назначены ответственные сроки, которые позволят нам надеяться на то, что эта работа будет продолжаться, эта работа даст плоды и будет зависеть от нас, от нашего населения, как будет поддержана эта работа профсоюзов. Кроме этого, наши представители, вот здесь со мной, мои коллеги сидят, они своими глазами видели, это не чиновники профсоюзные, как обычно у нас принято говорить, что это копленные и так далее. Люди своими глазами видели это все. Вы видели, какое отношение было к киевлянам? Не все были рады тому, что мы приехали требовать. Хочу сказать о том, что та акция, которая прошла, она дает надежду. Дает надежду на то, что мы все-таки общими усилиями изменим ситуацию в стране и самое главное в вопросах заработной платы. Человек труда не может быть попрошайкой. Субсидии, которых нам так много говорят, субсидии это деньги, которые для того, чтобы эти субсидии выплатить, их нужно заработать. А зарабатывает тот и платит в бюджет, кто честно, открыто, как у нас говорят, не в тени, а именно прозрачно работает и зарабатывает на тех предприятиях, которые работают в нашей Запорожской области в том числе. Реакцию увидели, не знаю, как относятся к этому, но поразило другое. Везде мы находили понимание, встречу. Все знали, все органы власти были заранее предупреждены. У нас вот лежат у меня ответы президента, ответы кабинета министров, ответы депутатских групп, что они с нами, что они понимают и так далее. Но убеждение такое, я вот сегодня этот вопрос задаю, почему? Почему Верховный Совет, тот, который руководит кабинетом министров, назначает? Почему ни один депутат Верховной Рады не вышел представителям народа, которые приехали со всех областей? Вышли, использовали, вышли на трибуну, но встретиться, переговорить, к сожалению, я бы хотел задать этот вопрос. Почему? Если вы избранники народа, пожалуйста, будьте с народом. Если вы не знали, не принимается, потому что все депутатские группы принимали обсуждение в тех проектах, законах, которые предлагали профсоюзы. Я считаю, что результаты проведенного марша есть. В Запорожской области у нас есть взаимопонимание с нашими социальными партнерами, и с органами власти, и работодателями, и областным советом, и городским. Нам нужно только одно. Сегодня в Меске спокойно решать вопросы. Без эмоций, а чисто экономически. Для того, чтобы люди могли получать зарплату заранее и платить за ту цену за газ, которая действительно экономически обоснована. Хорошо, спасибо. Спасибо.